Здравствуйте, друзья! В предыдущем выпуске мы пообещали рассказать вам о том, как запустить бизнес в Армении. Сегодня мы попытаемся представить основные этапы данного процесса максимально доступно и коротко. Сначала нужно определиться с типом регистрируемой организации. Индивидуальное предпринимательство, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и прочее. Краткие описания типов предприятий вы найдете на сайте Enterprise Armenia в разделе «Регистрация и типы бизнеса». Отметим, что самыми востребованными являются организации типа ИП и ООО, так как охватывают большой спектр видов деятельности и имеют упрощенную форму регистраций и налогообложения. Государственную регистрацию юридического лица осуществляет государственный регистр аппарата Министерства юстиции Армении. Если вы решили зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, то вам необходимо предоставить паспортные данные и их нотариально заверенный перевод, а также квитанцию об оплате госпошлины. Для регистрации компаний вида общества с ограниченной ответственностью, открытое или закрытое акционерное общество требуется больше документов. А именно, решение учредителей или протокол учредительного собрания об учреждении юридического лица, подписанный всеми учредителями. Устав юридического лица, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, сведения о руководителе исполнительного органа юридического лица или лица временно исполняющего обязанности руководителя, паспортные данные, номер социальной карты или отметка об отказе лица от социальной карты и адрес электронной почты. В теории документы можно подать онлайн через платформу государственного регистра и register.am. Но на практике возникают некоторые трудности, связанные, например, с требованием электронной подписи, для получения которой иностранным гражданам требуется социальный номер и вид на жительство. Уставной капитал зарегистрированной компании определяете вы, как учредитель. Можно даже указать цену в один драм, но это и будет стоимостью вашей компании. В основном указывают сумму от 10 до 50 тысяч драм. Иностранный гражданин может являться директором зарегистрированной в Армении компании. Но для ведения отчетности всех налоговых процессов ему необходимо будет дать доверенность какому-либо гражданину Армении, так как у гражданина Армении есть ID-паспорт, а значит, возможно, электронная подпись. Обычно данную работу доверяют главному бухгалтеру. Директор компании и сам может получить вид на жительство, социальную карту и затем только обратиться за правом на электронную подпись в Агентство по внедрению инфраструктур электронного управления ЭКЭНД. На сегодня все. В описании к этому видео мы оставим ссылки на все источники и платформы, о которых говорили в этом выпуске. Интересующие вас вопросы по этой теме вы можете оставить в комментариях под этим видео или направить на адрес нашей электронной почты. Мы попробуем ответить на них в следующих наших видео. До новых встреч!